Радио 54 Первое. Областное радио Выглядит по-другому. Пресс-служба Активно сотрудничает С блогерами новосибирскими Вообще шагает в ногу со временем Вот как это работает на реальных жизненных Примерах, с кем контактирует МВД Как быстро находят И как это помогает в работе вообще Если у вас, друзья, будут вопросы Сергею Владимировичу смело их задавайте 913-381-05-54 Вот относительно недавно Сергей Владимирович Давайте сразу в реальной жизненной истории В Ленинском районе потерялась девочка 6-8 лет Вот тут я точно не помню В общем, маленькая девочка Очень быстро нашли ребенка Благодаря какому, получается Ну какой цепочке контактов Как это работало? Ну, конечно, у нас, к сожалению, дети теряются Дети сами уходят Дети есть такие, как мы называем, бегунки Которые жаждут свободы Пошли, ну а в том случае была девочка Действительно, она маленькая Она просто вышла, заблудилась, потерялась У нас на этот случай оперативно Мы по телефону принимаем все заявки Также по телефону, по соцсетям У нас в мессенджерах есть наши помощники Общественной организации Доброспас, Лиза Алерт Просто активные граждане Блогеры, которые активно учатся в соцсетях Нам помогают Мы оперативно сбрасываем фотографии Если работаем с родителями От родителей Сами сотрудники Патрульно-постовой службы ПДН, ГИБДД, участковые Все наряды приближены к этим местам Круг поиска сужается, расширяется И вот именно в мессенджерах все описывается Поэтому все неравнодушные граждане Помогают нам И благодаря этому не только дети Теряются люди, больные Теряются пожилые люди Подозреваемых в совершении преступления Точно таким же способом Благодаря работе общественности А есть конкретные примеры Когда подозреваемый был установлен И задержан при помощи граждан? Блогера, да Ну, не секрет, что сейчас Очень сильно развито видеонаблюдение Очень много мы ежедневно выставляем Большое количество видео с подозреваемыми Звонят люди, звонят знакомые Звонят и действительно указывают Конкретно, ну, я скажу даже Подозреваемых задерживали В очень серьезных преступлениях В отношении половой неприкосновенности Девушка два года назад, как сейчас помню Сама не испугалась По ориентировке узнала подозреваемого Закричала, побежала за ним Привлекла еще прохожих Вообще не побоялась Побежала сама за мужчину и за взрослого Вы не считаете, что она вообще неправильно поступала? Мы с ней общались Мы ее награждали Мы говорили ей большое спасибо Но она сказала, что у нее Папа и еще кто-то из родственников Служили в милиции в свое время Правильное воспитание Да, и просто неравнодушный человек Вообще у нас с равнодушием и неравнодушием Вот откровенно положа руку на сердце Как сейчас дела В обществе? Как бы вы это оценили? Вот действительно моментально бросаются на помощь Поддержать информационную Или приходится кого-то уговаривать Долго объяснять, зачем это нужно Вы начали говорить сейчас о том Что, может быть, сотрудники пресс-службы Посидели в теплом кабинете Вечером ушли домой И все Мы работаем круглые сутки Журналисты, блогеры Все, кто... Все у нас круглосуточные Телефон дежурный Дежурный сотрудник есть И мы работаем круглосуточно Мы выезжаем на места преступления Мы выезжаем на съемки Проведение профилактических мероприятий Кого-то награждать, поощрять Взаимодействовать с общественными журналистами Радио 54 Идет весна Является ли это время года Периодом обострений О чем у некоторых людей О чем важно помнить И себя вдвойне беречь Определенной категории населения Или это все предубеждение Вернее, это же не так Понятно, что обострение там существует По медицинским показаниям На вашей работе это как-то сказывает? По статистике Да нет, наверное Все со статистикой ровно То, что касается там Сезонных обострений И прочего Вывод сейчас была У вас в программе говорили О безопасности дорожного движения Да Все люди одинаковые Учитываются в автошколах Ведут себя по-разному Все зависит от воспитания Как человек себя ощущает в обществе Для чего он в обществе И как он себя позиционирует Так и здесь Так же и наши граждане Есть они, были и есть И будут, наверное, подозреваем Преступники, кто Умышленно нарушает закон А есть те, кто беспокоится о себе Беспокоится о близких Вообще себя по-другому Позиционируют в обществе Поэтому Мы, конечно, верим Что у нас Больше хороших людей В нашей Новосибирской области И поэтому Как важно это слышать Из ваших уст Конечно, конечно Мы только на них и надеемся Вы говорили сегодня уже Об активном видеонаблюдении Уже во многих местах Новосибирской понятной области Камеры помогают Это правда Но сейчас в противовес Этому большому количеству камер Выступает и масочный режим Который необходим Понятно К соблюдению Обязателен Но ухожете эти маски Вот маска Капюшон И все И чего вы делаете Непонятно, кто там за ним скрывается Да, да, да Вот как теперь быть И ничего страшного Расскрываются ежедневно Такие преступления У нас большое количество У нас центр Кинологического собаководства У нас замечательные собачки Которые берут след Все равно То есть маска не спасет Маска не спасет Есть какие-то биологические частицы И у нас Экспертно-криминалистический центр Огромный Мощнейший В Новосибирской области Великолепные специалисты Эксперты Приезжают И находят Потом Доказательную базу формируют Да Мы никогда не говорили Что только видеонаблюдение Раньше его и не было Скажем Вот буквально Свежий случай Позавчера Девушка Сла с дорогостоящим смартфоном Разговаривала по нему А где это было и во сколько? Подозреваемый В ух Не вспомню сейчас Извиняюсь Ну это не ночь была Среди бела дня Конечно Среди бела дня Это самое неприятное Когда ты идешь И не ожидаешь подвоха Конечно Девушка закричала Позвала на помощь Работали Дорожные рабочие Убирали снег Мгновенно Бросили лопаты Пришли на помощь Задержали До приезда сотрудников Полиции И ежедневно Опять же Такие факты есть Очень неравнодушные соседи Вызывают полицию Беспокоятся Как? Где-то ребенок закричал Где-то женщина Позвала на помощь Наши сотрудники Выезжают В любое время Дня и ночи Разбираются И поэтому Граждане Огромную помощь оказывают нам Именно В предотвращении преступления Но все-таки Вот Возвращаясь к вопросу Наблюдения Те камеры Которые уже существуют В Новосибирске Они по большей части Ведь не принадлежат МВД Это наверное Там Конечно ГИБДД Личное наблюдение Там магазины Офисы Магазины Это конечно Система безопасности У вас все равно Есть доступ к этим камерам То есть вы можете С них потребовать Информацию Конечно Все идут к нам Навстречу Конечно нам навстречу И обязательно Видео есть Мы всегда просматриваем Потом это как доказательная База в том числе Используется Поэтому Это очень То есть здесь нет такого Что там Должен быть прибор Сертифицирован Или каким-то образом Пломба на нем стоять Или нет Там очень много Есть вопросов К этому Конечно Но главное Не только Видео идет В качестве доказательной базы Я уже говорил Экспертизы Различные Следователи работают Поэтому Не только Но все равно Если сравнивать с Москвой Там Вот реально Видеокамеры На каждом углу А то и не по одной Метро Распознавание Но согласитесь Вам было бы проще Работать Если бы что-то подобное Существовало и в Новосибирске Так вот мы движемся В этом направлении Или Хотелось бы тоже сказать Что все равно Работают люди Работают оперативники Работают следователи Дознаватели Сотрудники ППС У нас в метро Нет никаких камер А ежедневно А зачем вы об этом В прямом эфире рассказываете А потому что Хочу оградить Тех, кто думает Что Если нет камер То можно все Конечно Нет, нет, нет Сотрудники опытные Зачем уповать действительно На камеру На какую-то технику Хотя она тоже есть Поверьте Но И сами сотрудники Личным сыском Раскрывают преступления А это камера Камера Настолько профессионально Что и Камеры не нужны Ну все же в своей работе Стремятся к чему-то К профессионализму В том числе и наши сотрудники У нас и центр Есть профессиональной подготовки И Те, кто хочет Например, если Он сегодня сержант Работает в метрополитене Он хочет быть офицером Он хочет работать В уголовном розыске Он развивается Обучается У нас много учебных Высших заведений А вот кстати Как сложно сейчас Вообще Вашей структуры Попасть на работу А вот Очень легко Если может быть Вы заметили У нас Очень много Мы обратились К Да Наружной рекламе Да И это Мы приглашаем На службу У нас круглосуточный телефон Можно позвонить Узнать У нас на сайте Есть даже Вплоть до Сколько Какая заработная плата Будет у сотрудников А какая заработная плата Будет у сотрудников А это разное Есть сержантский состав Есть офицерский состав Есть вольно-наемные Сотрудники Работники Вольно-наемные Вольно-наемные Психологи Медики Очень серьезные Обследования Чтобы лишний человек Не оказался Потому что Есть такие категории Первая категория Пригодности Это те Кто работает В уголовном розыске На дороге Сотрудники ДПС Есть Вторая категория Те Еще раз говорю Можно обратиться К сайту Главного управления МВД 54 Там более подробная информация Конкретно по районам Можно позвонить Если вы живете В Кочаневском районе Можно позвонить туда В кадры В городе Новосибирске Есть ОВД по городу Новосибирску Главное управление Все телефоны есть Более подробные Вакансии есть Кто требуется нам Вообще мы приглашаем Всех желающих Конечно